Уважаемые граждане Республики Молдова, у очень многих людей были ожидания от партии ПАС тогда, когда они получили 63 мандата. Сегодня нам, как воздух, нужны досрочные парламентские выборы. Они завалили абсолютно все то, не только то, что они обещали людям, они завалили даже все то, что они пытались придумать на ходу, якобы для того, чтобы улучшить жизнь каждого из вас, каждого гражданина Республики Молдова. Касаемо реформы юстиции, возможно, что у Майя Санду были какие-то хорошие намерения, но при проведении этой очень важной реформы произошла сплошная путаница. Планировалось то, что результатом должно стать – вор должен сидеть в тюрьме, но кто-то в команде Санду изменил цели. В конечном результате получилось – вор должен сидеть в правительстве. Второй важный момент. Партия ПАС стояла перед выбором – улучшить жизнь народа или улучшить свою жизнь. И все мы знаем с вами, какой они сделали выбор. Но чтобы улучшить свою жизнь, они украли у народа то, что по закону должны были народу дать. Я считаю, что пора сегодня и народу сделать свой выбор. Много раз говорил и буду повторять. Умные коррупционеры при Плохотнике воровали из прибыли. Сегодня тупые коррупционеры ПАС воруют из убытков. Умных коррупционеров якобы изгнали. Так зачем нам терпеть сегодня тупых коррупционеров? Третий пункт – это кадровая политика ПАС. Умных и профессиональных, посчитав чужими или не своими, изгнали. Глупых и непрофессиональных, неэффективных, но зато своих. Они взяли на службу. Именно на службу, а не на работу. Когда они меняют министров, то мы думаем. Хорошо, что этого убрали. Он был плохой. Тупее не бывает, хуже не бывает. Приходит новый министр. И мы видим, что ошибались. Эта команда, которая руководит сегодня нашей страной, ведет нас в пропасть. Или мы ее уберем, или она нас погубит. А можно было бы вообще назвать только одну, но я считаю, самую главную причину, почему нам сегодня нужны досрочные парламентские выборы. Есть выражение. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. В нашем случае партия ПАС – это и ужасный конец, и ужас без конца. Сегодня могу вам со всей уверенностью и ответственностью заявить, что лечить это невозможно. Только хирургическое вмешательство может помочь нам сегодня спасти страну. А при хирургическом вмешательстве вы знаете, что делается одна вещь. Отрезать, а нам с вами забыть. И вместе со всеми гражданами страны, вне зависимости от национальности, на каком языке вы говорите, находитесь вы сегодня в Молдове, или, к сожалению, находитесь на заработках за рубежом, должны построить сильную и крепкую страну. И сегодня никакие референдумы для того, чтобы помочь Майе Санду выиграть выборы с первого тура. Именно для этого они его затеяли. Мы сегодня должны работать, построить новую страну, построить экономику, провести серьезные реформы в системе образования, реанимировать промышленность, навести порядок в юстиции. И потом мы с вами будем думать и будем решать, пойдем куда-то и с кем-то. Или будем жить сегодня так, как, например, живут Норвегия, Швейцария, Великобритания и другие государства. Всем огромное спасибо, мы будем идти вперед, мы будем бороться, мы пойдем в ЦИК и зарегистрируем наше предварительное заявление. Они нам дали срок в течение 30 дней предоставить все наши аргументы, что они неправы. У нас аргументов более чем достаточно. Но сегодня я прекрасно понимаю, что ЦИК повторит свое решение и наша борьба продолжится. В судах, так как они не успели еще прибить абсолютно всех судей через свои ветинги, приветинги и прочие секс-туры и ганг-бэнги, в которые они пытаются втянуть сегодня всю страну. Они до сих пор делали с нами все, что могут. Мы с вами тогда сделаем все, что захотим.